Это очень большое потрясение для детей, для одноклассников, для родителей. Очень тяжело. Мягкие игрушки, свежие цветы и черная лента. Трагедия, которая унесла жизнь школьнице, стала настоящим потрясением для всех. Особенно для тех, кто каждый день вместе с ней получал знания. Машечка была хорошей, училась на хорошей оценке, всегда помогала, трудную минуту. Они покупали с родителями учебники, всем носили трудолюбивая девочка была. 14 ноября ей должно было исполниться 14. Одноклассники собирались пойти к девочке на день рождения, но пришли на день раньше на похороны. Родители учеников школы номер 128, где училась погибшая, бьют тревогу, ведь перекресток – это привычный маршрут для их детей. Это становится очевидным только после того, что случилась такая трагедия. И каждый из нас, родители, конечно, примерил на себя, потому что вот у нас ребенок, вот мой ребенок шел в это же время со школы, просто он шел по другой дороге, он действительно мог быть на ее месте. Дети идут из квартала в квартал, везде здесь нужны светофоры. Может быть, не столько пешеходников здесь нужно много, но они должны быть все освещаемые, должны быть все регулируемые. И тогда мы будем спокойны, отправляя детей в школу, будем уверены, что ребенок придет домой. По словам местных жителей, нужно срочно принимать меры, чтобы обезопасить переход. Именно в этот день я проезжала по этому маршруту в районе 8 часов вечера. Здесь стояла скорая машина, темнота была полнейшая, увидеть что-то было невозможно. Я как автомобилист могу сказать, что данный перекресток нуждается не только в светофоре, в регулируемости, но и обязательно, чтобы было хорошее освещение. На сегодняшний день перекресток не считается аварийным. Чтобы он попал в этот список, нужна определенная статистика. Если на нем в течение года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо 5 дорожно-транспортных происшествий разных видов, тогда он становится аварийным. Берется на особый контроль, принимаются меры различные, рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города. Либо устанавливают знаки какие-то, меняют, либо светофор. От какой-то нелепой случайности ни один перекресток не застрахован. И говорить, что это система, и на основании этого вводить какие-то действия, это нецелесообразно. Это не халатность, это должностные преступления, это не просто халатность, потому что люди гибнут. И есть статистика, что должно погибнуть 3 человека. Ну что, нам теперь здесь лечь родителям, чтобы наши дети не гибли? Однако светофор на этом месте, по словам сотрудников ГИБДД, все же появится. Правда, в следующем году. Ну а пока совет один. Переходить дорогу, только убедившись, что все автомобили остановились, а водителям искать глазами пешеходов, прежде чем нажать педаль газа. София Яценко, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова